Коллеги, добрый день. Давайте начнем нашу секцию. Я думаю, что спикеры, если пути, то подойдут. Начинаем секцию под названием «Диджитал-трансформация города» на РИФ-Воронеж. Секция организована при поддержке Агентства инноваций и развития социальных проектов и Оргкомитета РИФ. Меня зовут Владимир Бабкин. Я буду модератором сегодняшней секции. Я являюсь руководителем направления конференции РБК Черноземья и также руководителем IT-кластера Воронежа. С удовольствием представляю со-модератора сегодня. Это Вячеслав Завалин. Здравствуйте, коллеги. Меня тоже Владимир сказал, зовут Вячеслав Завалин. Я заместитель директора Института социально-экономической модернизации. Одно из направлений работы — это исследование цифровизации современных городов, о чем в докладе Константин, мой коллега, будет сегодня рассказывать. Да, спасибо. Что такое город? Город — это, прежде всего, люди, которые в нем живут, и общественные пространства, в которых люди находятся. И, конечно же, урбанисты пытаются спроектировать и сделать эти пространства жизни людей, построить ту среду, которая будет комфортна и удобна, в первую очередь, для людей. Здесь, конечно же, возникает сразу понятие умного города, которое можно сформулировать как город, где информационные технологии все-таки облегчают жизнь людей, где решения принимаются на основе данных, и комфортная среда складывается из сочетания этих элементов. Есть, конечно, города, в которых будущее уже наступило. Например, есть китайский город Ичуань, где горожанам совершенно не требуется ни наличных денег, ни пластиковых карт, банковских, ни проездных. А все услуги они получают благодаря системе распознавания лиц, которая активно внедрена и активно действует в городе. Но давайте поговорим про то, каким должно стать будущее нашего города и каким мы, собственно, должны его спроектировать и построить. Вот, наверное, эта тема будет основной сегодня. Вячеслав, продолжишь? Да, и, наверное, когда мы говорим про городскую следу, вы все знаете, ну, так мы, тема урбанистик сейчас в тренде, и очень, ну, довольно такая трендовая тема – это комфортная городская среда. И очень часто про нее говорят. Но может ли быть комфортной городской средой без интернета сегодня? И в этом плане мы хотели бы раскрыть тему сегодняшнего круглого стола не только с позиции, вот мы, айтишники, умный город, цифровые технологии отдельно, урбанисты с комфортной городской средой отдельно. Сегодня мы поговорим о том, как сделать комфортную городскую среду, ее доступной как в онлайн-пространстве, так и в офлайн-пространстве. И, наверное, сейчас первый спикер попробует раскрыть, ну, распредметить нам эти понятия – цифровой город, умный город, чем они отличаются. Давайте мы, наверное, вначале представим всех спикеров, которые у нас оказались сегодня на площадке по счастливому стечению обстоятельств. Спасибо. Итак, это Константин Бакулев, кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической модернизации. Приветствую. Это Светлана Орлова, руководитель департамента дополнительного образования Воронежского института высоких технологий. Алексей Соколов, заместитель руководителя начальника отдела развития электронного правительства департамента связи массовой коммуникации. Сложить нужный должность, простите, если не все рассказал. Андрей Горбань, заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративными и государственными секторами ПАО «Ростелеком» в Воронеже. Ролдингин Андреевич, директор филиала «Ротелеком», представляющий бренды «Домру» и «Домру-бизнес» в Воронеже. Христенко Евгений, директор компании «АйТек». Короткая должность, очень удобно вам являть. Еще с нами сегодня в первом ряду Александр Еремеев, экс-руководитель заочного акселератора «Фри» и в данный момент управляющий партнер компании «Продукт Вижн». И Оксана Григоренко, руководитель проекта «Серебряный институт». Собственно, тот самый ВИФТ. Спасибо. Ну и теперь, как уже анонсировал Вячеслав, передаю слово Ролдингину Андрею. Добрый день. Меня сейчас попросили раскрыть термин «умный город». Если честно, мы в рамках компании стараемся его не употреблять, потому что пока еще непонятно, что считать умным. Мы недавно встречались с представителем администрации, и обсуждали, говорили на тему «умного города». Он говорит, ну то, о чем вы говорите, это неумно. Вот, говорит, в Японии придумали унитаз. Ты, как бы, извиняюсь, сходишь по нужде, а тебе сразу анализы выходят. Вот это, говорит, умно. А все остальное пока не очень. Вот, поэтому мы, как бы, стараемся использовать термин, ну, по крайней мере, принятый у нас в компании, это интернет вещей. Что мы сделали в рамках города Воронежа? Ну и, в принципе, по России в целом. Сейчас в Воронеже мы развернули сеть по технологии LoreOne, поставили базовые станции, которые сейчас накрывают весь город Воронежа. Ну и при необходимости мы готовы, там, идти практически в любую точку Воронежской области. Что это? То есть, благодаря этой сети, без наличия электропитания, без наличия, там, доступа в интернет, как раньше нужно было подвести витую пару и воткнуть какой-то счетчик, у нас есть возможность собирать данные с всевозможного количества оборудования. Вот, я даже, если честно, не скажу, с какого количества, потому что, ну, эта технология, она, вообще, в принципе, интернет вещей, он по миру, по стране только развивается, и этот рынок только формируется. Поэтому многие решения, они сейчас находятся на стадии разработки, на стадии идеи. Вот, сейчас вообще, в принципе, даже вот мы, там, с потенциальными клиентами общаемся, формат работы поменялся. То есть, если раньше мы приходили и говорили, вот, у нас есть, там, вот такой тариф, вот такая вот услуга, вот такие вот характеристики, и все это вот по такой вот цене, то сейчас вообще формат работы поменялся. То есть, мы приходим и говорим, скажите, какая у вас есть проблема, а мы придумаем для нее решение. Почему выбрали именно технологию LR1? Потому что, ну, это одна из наиболее перспективных сейчас в мире. И огромное количество разработчиков, ПО, оборудования, они, ну, работают именно на этой системе. То есть, ну, как бы, если сравнить, чтобы было более понятно, там, в свое время, когда сотовая связь в мире только становилась, много, ну, достаточно много было разных стандартов, вот, но вот мы там в России остановились на GSM, и оказалось там правильно, и сейчас это общепринятый стандарт во всем мире. Вот, то же самое касаемо, там, интернет вещей. Если говорить по примерам, да, и, то есть, что мы можем сделать, чем можем быть полезны, и какие есть, вот, реальные кейсы, чтобы, там, от теории перейти к практике. Ну, можно начать, например, умный свет. Это то, что сейчас реализовали в городе Пермя. Это на светильники ставятся датчики, которые, ну, в зависимости от освещенности, включаются. Вот, они позволяют в разных районах города, там, в разное время регулировать уровень освещенности. Ну, например, если стоит светильник в подъезде, ну, или, там, рядом с домом, то, там, в определенное время он немного затухает, чтобы свет не бил в окна. Если это стоит на какой-нибудь, там, на улице, на перекрестке оживленном, то он, там, освещение выше. Что это дает городу? А, ну, плюс еще, помимо этого, есть, ну, он передает информацию о том, исправен светильник или нет, есть ли освещение. Вот, по нашим оценкам, сейчас это, ну, как бы, пилотный проект, мы его реализовали несколько месяцев назад, до 25% экономия средств за счет этих светильников. То есть, в принципе, город, если оснастить этими светильниками, то бюджет будет экономить 25%. А все знают, то, какие средства идут на освещение города. Это, ну, да, существенная часть бюджета. Если еще есть практичные кейсы, в Волгоградской области мы реализовали для нефтеперерабатывающего завода ряд датчиков, которые снимают показания. То есть, это позволяет, там, вести такой непосмертный учет. Прошел какой-то период времени, и мы получили данные. Пришел человек, там, баба Маша записала данные на листочек, передала какому-нибудь еще человеку, тот ее вбил в таблицу Excel, формировал отчет. А за счет этого ты можешь получать данные в режиме онлайн, плюс всевозможные приложения позволяют анализировать за, там, разные промежутки времени. В чем преимущество, там, наших сетей, наших технологий? Это то, что, ну, более высокое проникновение, то есть датчики можно расположить, там, на большей глубине, в подвалах. Это, ну, стабильность выше, чем у сотовой связи. Это датчики, которые работают до 10 лет. Без, ну, то есть стоит батарея, которая позволяет работать 10 лет, беспрерывно. Если говорить по перспективам, то есть что еще можно там сделать, на самом деле это просто, там, широщающий спектр, начиная от того, что можно поставить датчики, которые будут сигнализировать о наполнении мусора в мусорном контейнере, о наличии, там, машин на каком-нибудь парковке для спецтранспорта, этот датчик на наличие люка, утечку воды и тому подобное. То есть на самом деле применений там очень много. Самое важное, о чем, как бы, там стоит сказать, что это не всегда, ну, допустим, там, стандартно, что, как бы, понимает потребитель, там, датчики горячие, холодные воды. Это не обязательно их замена полностью. То есть возможны варианты, когда уже на существующие датчики можно установить дополнительное оборудование, использовать то, что есть. То есть не нужно, как бы, менять все целиком. Вот, и еще раз там повторюсь, по формату применения, то есть на самом деле тут огромный спектр. И вот, ну, на наш взгляд, это, там, элемент умного города. Это то, что позволяет, там, жизнь наша делать более мобильное, оперативное и уйти от ручного труда, который, там, на протяжении многих-многих лет мы используем, а при этом, как бы, там, 21 век на дворе. Если говорить по проектам, которые у нас есть ряд пилотных проектов в рамках Воронежа, которые мы сейчас реализуем, к сожалению, не могу о них говорить раньше времени. Я думаю, что к следующему интернет-форуму у нас уже будет, что рассказать по кейсам, которые мы реализовали в городе Воронеж. То, о чем могу сейчас озвучить, это, там, умные домофоны, как мы их называем. То есть, такая, мы вдохнули новую жизнь в стандартную слугу. Это домофоны, это видеодомофоны, которые мы сейчас ставим на подъезды жилых домов, которые позволяют, ну, могут открываться через приложения, которые есть у абонента. То есть, у тебя уходит видеозвонок, и неважно, где ты находишься, находишься дома, где-то за городом или в другой стране, если при наличии интернета ты можешь открыть, там, доступ в подъезд. Сейчас, то, ну, следующее обновление, мы туда реализуем фейс-айди, и уже не надо будет подносить ключ к домофону, а просто в него посмотрел, домофон откроется. Ну, наверное, это тоже, как бы, элемент умного города, как бы, без сомнений. Причем, как бы, там, можно все это через приложение завязать в шлагбаум и делать доступ через, ну, через это же приложение открывать, там, ворота в, ну, награжденную территорию ряде домов, которые есть, и также в подъезд. То есть, да, вот, такие комплексные решения можно рассмотреть. Их достаточно много, как бы, мы, наверное, когда уже в формат живого общения перейдем, может быть, будут какие-то вопросы из серии, а может ли мы, а мы скажем, наверное, что можем. Как-то так. Собственно говоря, если есть вопросы и сейчас, уже сейчас, то мы вполне можем на это, в таком режиме ответить. Есть вопрос? Андрей, вот у меня вопрос такого глобального, наверное, характера. А, собственно говоря, заказчик, наверное, основной, это правительство города. Насколько они идут на контакт, насколько у вас есть положительные, опыт, вот, в этом взаимодействии. Или какие-то коммерческие структуры. Мне, в большей степени, интересует кейс по датчикам, ну, пускай будут на съем того же самого мусорного бака, или на утечку воды, или еще что-то. Все, что связано с муниципальным управлением. Спасибо. Работает, да? Ну, в первую очередь, те, которые переговоры мы сейчас ведем, это с муниципальными службами, они идут на контакт, потому что то, что мы предлагаем, это реальные решения, которые, ну, экономически оправданы. Единственное, так как это, там, перспективы требуют определенного объема инвестиций, мы реализуем пилотные проекты, и уже по результатам которых мы более широко будем тиражировать. Вот. Естественно, как бы, да, для администрации, потому что для города, там, больше объемы, это, там, более интересно, там, огромные деньги, которые можно экономить за счет вот таких вот решений. Но у нас огромный… А, ну, естественно, мы сейчас параллельно ведем переговоры с застройщиками, с управляющими компаниями ТСЖ, которым тоже интересно, то есть установить датчик на домовой прибор учета, и эти данные попадают и сразу, там, условно и вводы канал, и попадают в управляющую компанию для жильцов. То есть это интересно всем, и, как бы, и для, там, управляющих компаний. С застройщиками мы сейчас начали переговоры на тему того, чтобы уже сразу строить умный дом. То есть уже когда на этапе строительства заходить и оснащать дом датчиком. Вот. Это интересно и для застройщиков. Сейчас с одним из застройщиков, вот, в городе Брянске, буквально на днях обсуждали тему, реализовали концепцию, там, умного дома. Ну, точнее, как дом сейчас на этапе проектировки, обсуждаются там нюансы. И там очень много вещей, которые можно сделать для дома, и застройщики понимают, зачем это нужно. Потому что, ну, как бы, в России у нас сейчас на рынке жилья там не очень хорошо. Много жилья, которое уже введено в эксплуатацию, и при этом продать не могут. И застройщики понимают, что за счет таких решений они могут сделать свое жилье, ну, более конкурентоспособным. Вот. Очень много решений для коммерческих предприятий. То есть, начиная там, например, от датчика открытия-закрытия дверей, чтобы там собственник магазина, например, понимал, там, пришел продавец или там ушел. Датчики, которые ставятся на оборудование, например, охладительное. В Ярославской области мы сейчас реализовали проект, где поставили датчики на птицеферму. Там оказалось, что очень, ну, от того, как растет курица, это зависит от того, какая влажность, какая температура, и от разницы там в несколько градусов может зависеть эффект, какой в итоге цыпленок вырастет. Вот. Поэтому для коммерческих предприятий интересно. Есть сейчас вариант, который мы там дорабатываем, так называемые умные каски, когда там человек на стройке, и с этой каски передается сигнал о том, где он находится, заходит ли в опасную зону, получил ли он травму, он не шевелится и тому подобное. То есть, ну, как бы, решений очень много. Сейчас я, как бы, там говорю в будущем времени, ну, по той причине, что только вот в середине лета мы развернули саму сеть, там, в Воронеже, еще в 52 городах России. Вот. И сейчас, так как решения, они нестандартные, они требуют времени на проработку, там, оцифровку, где-то это требует технологических решений и доработки тех вещей, которые есть сейчас. Поэтому вот сейчас большинство из проектов находится на стадии реализации. Я ответил? Да, я почему бы спросил, сам Украинский, у нас тоже идеально набегает, и у нас тоже, да, и микрофон, уже не знаю, лет пять на каждой конференции представляют проекты, и Ростелеком тоже участвуют, но как-то не реализуются они в жизни. Поэтому, наверное, все-таки акцент на коммерческие структуры, да, на коммерческих заказчиков. Андрей, скажите, а вот широкий перечень задач, которые решаются этими датчиками, ну, собственно говоря, вы заказываете эти датчики, как-то у вас наверняка какие-то партнерские отношения, не знаю, с тем же самым Китаем, кто датчики поставляет на тот же самый умный дом? Вы же, наверное, предоставляете только услуги связи, получается, и какие протоколы, какие вот общие интерфейсы, стандартизованные интерфейсы же должны быть как-то, чтобы эти датчики работали, собственно говоря, с вашими сетями, с вашими приложениями. Может быть, вы софт пишете свой или софт тоже на заказ? Что мы предоставляем? Предоставляем мы инфраструктуру, предоставляем наши сети, которые мы развернули. Датчики в большинстве своем мы их не разрабатываем, так же, как и программное обеспечение. Ясню почему, потому что многие вещи, они, ну, на самом деле, там штучные. То есть, там, разработать датчик, который мы можем применить на одном-двух предприятиях в России, ну, там экономически нецелесообразно. Сейчас откуда, где эти датчики производятся? Они производятся во всем мире, начиная там от России. И вот в Перми как раз разрабатывают концепцию умного дома, который будут реализовывать в Брянске. Ну, и, наверное, Китаем, ну, как и многое, что производится в мире. Наверное, и там. Почему я говорил про технологию там, Лорван, которая используется? Мы входим в ассоциацию, вот как раз, Лорван, в которой много-много разработчиков, включая, там, входит IBM, Cisco и многие-многие другие. Вот, поэтому сейчас огромное количество решений. И в основном, ну, вот, все работают по формату такому, что есть какая-то проблематика, которую озвучил клиент. Мы ищем варианты, какие есть на рынке. Если мы понимаем, что есть какой-то там, ну, условно, датчик, который удовлетворяет базовые потребности, то мы берем его и потом уже сами наши разработчики дописывают под нужды клиента. Ну, как-то алгоритм там приблизительно такой. Спасибо, Андрей. Да. Мы сейчас обсудили те технологии умные, которые несет компания, ну, с брендом Dom.ru. Сейчас хотелось бы перейти к нашему спикеру, представителю, ну, директору Института социально-экономической модернизации, заместителю заведующего кафедрой инженерной кибернетики МИСИСа Константину Бакулеву. Константин, а как сейчас развивается построение не только умных технологий, но и умной цифровой среды? Есть ли у нас вообще в принципе в России? Да, спасибо. Вячеслав, как у нас говорят. Спасибо за интересный вопрос. Ответ, я не знаю, будет ли он настолько интересным или нет. Но, как вы понимаете, у нас, знаете, такое, если кто помнит, был такой термин, он был связан с информационным развитием, назывался цифровое неравенство. Знаете, да? То есть, где, в каких регионах больше развиты информационные технологии, где меньше, покрытие интернета, опять-таки, там, различные, значит, покрытие сотовые связи и так далее. Так вот, у нас цифровое неравенство, оно продолжается, оно сохраняется. Я как раз сейчас вот то, что буду рассказывать, вы поймете. И очень хорошо, что вот Андрей вначале сказал, потому что я буду говорить про другие регионы и не про Москву. Вот, потому что, конечно, я попробую, да, с этой штучкой тоже поработать. Я с начала этого года обрел такую должность, как заместитель заведующих капиталов женерной кибернетики и очень неожиданно для себя познакомился с удивительным миром прикладной математики. То есть, с миром решений, которые, на самом деле, существуют вокруг нас. Ну, я просто вот даже ради интереса, я с собой вожу эту дипломную работу, которую в прошлом году защитил наш бакалавр, девушка. Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения для вычисления характеристик безмасштабной транспортной сети города Москвы. Это работа бакалавра. Вот, и интересно, что решаются эти проблемы, решаются буквально на острие того, что творится в Москве, и даже более передовыми метрами, чем существующие научно-исследовательские институты. Ну, понятно, что эта бакалавра девушка не одна решает эти проблемы, она участвует в их решении. Вот, поэтому давайте немножечко все по порядку вначале. Я постараюсь вам немножечко урбанизма к ленту. Так, у нас в принципе укипишь, он не работает, естественно. Так, нажимаю на кнопочку, он не работает. Ну, просто нажимайте там и все. Так, вниз, вниз. Нажимайте на кнопочку. У нас в самый интересный момент у нас всегда отказывают наши умные палочки. Так, вот прекрасно. Город – это живой организм. Есть такой новосибирский архитектор. Он главный редактор проекта «Сибирь», журнал архитектурного, Александр Ложкин. А вот несколько мыслей, слайдов и вот, так сказать, вот это начало я взял у него. Причем концептуально. Это не значит, что я с ним согласен до конца. Но вот это я сразу говорю, помог и креатив, так сказать, все это взято у него. Вот, пожалуйста, сбоку, кстати, интересные иллюстрации. Они совсем небольшие отсюда видны. Но вот это то, что можно проявить город как проект. На самом деле, вот то, что видно, город как проект, город как механизм и город как организм, это довольно условное, оно не историческое. То есть мы можем встретить, ну, вы знаете, города и в древности, и в античности, и в средние века. Были города реализованные проекты, были города утопические, то есть нереализованные. Город как механизм, это скорее все-таки относится к 19 веку. Вот. А город как проект, он существовал у нас и в начале 20 века. Вот видите, город-сад Говарда, да, был такой интересный человек, Эбенизер Говард, который в 1898 году опубликовал свою книжку, в которой он дал концепцию города-сада. Поэтому Владимир Ильич Маяковский был не оригинален, когда писал, помните, что здесь будет город-сад. Город-сад, это на самом деле в начале 20 века, это было устойчивое выражение для обозначения города будущего. Причем не просто города будущего, а сейчас это, в общем-то, то, что находится на, в том числе, на острие мышления многих урбанистов. Это экологическое поселение в центре, там, общественное пространство культурное, вокруг, значит, такие экологические кольцами идут поселения. Потом, значит, город прекращает Россию, потому что вокруг частное, значит, пространство, и начинает почковаться такими городами-спутниками. Вот этот, это тоже город как проект. Он, на самом деле, были несколько попыток реализовать его, но вообще вот подобные вещи, в том числе и в Советском Союзе. Но, к сожалению, где-то в середине, в конце первой-третьей 20 века победил концепции город как механизм. Афинская хартия 2333 года, знаменательная дата, я не знаю, знаете ли вы все или нет, что такое Афинская хартия, принята на 4-м конгрессе международного архитектурного сообщества. Сам этот конгресс, он организовался в 27-м году, как протестный против того, что Ле Корбюзье в 27-м году лишили, он в 28-м было первое свидание, в 27-м году Ле Корбюзье лишили звания победителя на, значит, по-моему, Лига Наций, или как бы какой-то дворец, значимый в Женеве. И, соответственно, в качестве протеста был организован вот этот вот конгресс. И там была принята, значит, концепция города, ну, фактически как фабрики людей. Это было очень популярно, в Москве даже есть такие кусочки, оставшиеся от концепции Ле Корбюзье, дом, фабрика, и рядом еще, так сказать, фабрика, кухонная, условно говоря, столовая, которая должна была поставлять еду в огромный дом рядом с ним. Этот дом до сих пор стоит, прекрасный дом, если кто был в Москве, на улице, ну, рядом, так сказать, с Даниловским рынком, метро Тульская, дом-корабль. Но подход был именно следующий. Это город, который производил людей для определенных функций. Поэтому это был город-фабрика не в смысле того, что он производил какие-то продукты, а прежде всего самих людей. Поэтому, смотрите, свободно расположенный в пространстве многоквартирный блок, это такой, условно говоря, склад людей. Хорошо организованный. Городская территория должна четко разделяться на функциональные зоны, и, опять-таки, это все для того, чтобы производить определенный тип людей. И лишь только в конце 50-х годов вот эта вот прекрасная женщина, которая прошла 90 лет, и, видимо, ее сфотографировали, когда ее было 90 лет, Джейн Джекобс. Она написала в конце 50-х годов такую книгу «Жизнь и смерть великих американских городов». И, собственно, с ее именем связывают начало, так называемого, нового урбанизма, того самого урбанизма, который сейчас одни хвалят, возносят на пьедестал, другие, наоборот, всякими нехорошими словами поминают. Можно следующий. Так, давайте следующий еще. Да, вот, пожалуйста. Это принципы, это принципы вот этого самого города, изложенные в работе, по-моему, Голаскова, архитектора Ленарда. Не буду зачитывать, вы можете познакомиться с этим, в принципе. Вы знаете, сейчас многие архитектурные бюро, в том числе в Москве, Москва даже сама сейчас у нас строится и преобразуется по этим принципам. Но, как говорится, чего-то все-таки не хватает. Есть какая-то такая, знаете, червоточинка в этом во всем, которая выплескивается, знаете, в... Люди ходят, а пространство мертвое, пространство нечеловеческое. Пространство вроде ухоженное, но в нем нет жизни. И наоборот, есть такие пространства, которые не очень ухоженные, но в них постоянно кипит жизнь. Можно вернуть тогда предыдущие. Вот. Организм это все-таки, если мы говорим город как организм, это прежде всего, можно сказать, что это фрактал. Фрактал, вы знаете, только это самоподобная фигура, вот, которая обладает таким воспроизводством, и она в своей, так сказать, частичке, она содержит представление о себе как о целом. И второй момент, это вот я почему-то дал это слово, ауто-поэзис, потому что это слово впервые, ну, пошло в широкий обиход в работе биолога Матураны и его, так сказать, ученика Вареллы в начале 70-х годов. Вот. Их идеи благополучно забыли, я здесь даже не стал писать, вот, я специально не стал, не пишу какие-то очень дискуссионные вещи, ну, то есть хотите, это самое, сфотографировать, да, а потом возникнут вопросы. Вот. Матураны и Вареллы их благополучно забыли, к сожалению, даже хотели номинировать на Нобелевскую премию. У них была концепция вот этого, вот, так сказать, жизнь это самовоспроизводство, жизнь чем отличается органическая? Она возникает самовоспроизводством, сама себя воспроизводит. И, более того, эволюция мышления, это есть эволюция социальная, то есть социальный организм, это есть гиперорганизм, который обладает своим собственным мышлением, своим собственным, значит, концепцией развития пространства и так далее, и так далее. И поэтому организм, если говорить, вот, с точки зрения, обращаться к биологам, то организм, это все-таки не совсем фрактал. Фракталы очень хорошо ложатся там и на неживую природу и так далее, физики очень много открывают фрактальных, значит, структур. Но, если мы будем говорить все-таки больше к биологическому и социальному, то организм это то, что не сводится к элементам. Это непростое воспроизводство, хотя и это есть рост такими, так сказать, пучками, пучками целого. Сейчас это называется, вот, кстати, то, что я вам показывал, вот эту вот работу, это называется безмасштабные сети, кстати. И, собственно, вот этими безмасштабными сетями сейчас пытаются измерять не только транспортные потоки, но и вообще любые социальные потоки, потоки в социальных сетях в том числе и так далее, и так далее. Давайте тогда через один слайд, на следующий. Вот, и, наконец, вот сейчас говорили про технологию умного города. Вот видите, с одной стороны, мы не знаем, что такое умный город, а некоторые, так сказать, очень замечательные люди нам уже говорят, что есть город нейронный. На самом деле, конечно, это все маркетинговая, можно сказать, битва терминов, но нейронный в данном случае оправдан почему? Потому что эта концепция, она привязывается уже к нейронной сети. Вот здесь написана главная отличительная черта. Умный город, это в самом таком примитивном общем смысле, это некая цифровизованная городская инфраструктура, оснащенная датчиками, да, это развитый интернет вещей для получения некой информации. Но все равно в центре есть некая диспетчерская, там есть какие-то умные люди, да, поэтому мы, может быть, не можем сказать, что такое умный город, да, А уже мы, значит, про умный город, наверное, тот, которым управляют умные люди. Вот, нейронный город, это в этом отношении немножечко попроще, потому что это город, который может уже при существующих технологиях, может уже частично самовоспроизводиться и сам себя, как он говоря, штопать, сам себя лечить, сам себя ремонтировать. Вот я хочу сейчас вам просто показать, что там сверху написано, как это технология, это вообще базовое предприятие нашей кафедры. Люди существуют уже давно на рынке, больше 20 лет, искусственный интеллект в различных стадиях становления был их предметом, и сейчас это разработка, значит, ПО для беспилотных автомобилей, компьютерное видение, и сейчас коллеги пошли дальше, они стали реализовывать концепцию нейронного города. Давайте, звука не будет, тут все внизу написано. Туман будущего, он показан, как игры. Это модели рельефа и его, так сказать, неровности. Самая неприятная часть. Последний третий. Пролистайте. Isso. Виндус, виндус. Вот это вот решение, которое используется в беспилотниках, оснащенных ПО, в Когнитиве отказались от концепции использования лидаров и полностью перешли на компьютерное видение. И нынешнее ПО, оно уже сейчас работает на предсказании движения ваших соседей по дороге. И, соответственно, для этого нужно, чтобы вокруг вас было несколько машин, оснащенных этой системой, чтобы была информация с разных сторон. И тогда можно было, можно будет сделать предсказание о том, как поведет себя там ваш сосед и вовремя, так сказать, изменить движение или, так сказать, его каким-то образом предугадать столкновение. Значит, еще раз в двух словах, в чем был смысл этого ролика. Нейронный город, это, значит, цифровые данные, которые поступают с датчиков, этими датчиками оборудованы муниципальный транспорт. Муниципальный транспорт, который ежедневно ездит, делает несколько концов по городу. Этот транспорт позволяет снимать визуальные данные. Визуальные данные обрабатываются нейросетью и смотрим, исходя из, во-первых, гостов, исходя из тех положений, которые, в общем-то, сама улица должна выглядеть именно вот таким вот образом, а не иначе. Значит, конечно, стопроцентного результата дать невозможно сразу, поэтому, значит, в тестовом режиме нейронная сеть сначала учит обнаруживать различные неполадки и так далее. Но самое интересное, что это не просто, так сказать, некое будущее. Сейчас эта система начинает работать в Тюмени. Вот, на следующий слайд, да, да. Она начинает работать в Тюмени, и буквально вчера коллеги подписали договор в Томске с губернатором Томской области. Значит, нейронный город уже приходит во вторую область. И дальше наступает вопрос, а что же дальше? Это, конечно, замечательно, но, знаете, в Фейсбуке, сколько у меня, минут три есть еще? Три, да, я самое, так сказать, такое вот... Видите, что дальше? Я это дальше не написал специально. Коллеги, когда опубликовали в Фейсбуке вот эту статью о нейронном городе, Ну, понимаете, какие комментарии пошли? Да, первый комментарий был, да, говорит, наверное, этот директор этого предприятия, наверное, Дункан Маклауд. Ну, в смысле, бессмертный человек. Вот, то есть, понятно, что первое, что приходит в голову нашим продвинутым российским пользователям, да, а как это скажется на коррупции, которая существует в, значит, в дорожном хозяйстве и так далее и тому подобное. Вот, насколько, так сказать, сами городские службы в этом заинтересованы? Ну, исходя из того, что это будет сейчас реализовано, как минимум, в двух городах, по крайней мере, у нас есть возможность посмотреть, как это будет. Вот, возможно, и, так сказать, Воронежская область интересуется этим опытом. Но самое это неприятное то, что на этом действительно нельзя останавливаться. Почему? Потому что и вот то, что говорил Андрей до этого про интернет-вещи, и подобные моменты, они все, к сожалению, связаны с… Видите, вот там я написал, нарисовал эту идиотскую картиночку, специально ее нашел. Доллар улетает. На самом деле, следующий шаг – это шаг новых умных технологий, финансовых технологий, финтехи. И это не просто, так сказать, новые технологии, там, отъема денег, сбора денег и так далее и тому подобное. Это новые технологии, технологии существования финансов вообще, в том числе региональных финансов, в том числе муниципальных финансов. Это технологии, которые позволяют, так сказать, экономить, условно говоря, деньги в прямом смысле этого слова. Такие решения сейчас тоже есть. Не буду говорить, что это страшное слово блокчейн, да. Но если кто-нибудь знает такие, значит, примеры, значит, кооператива «Лавка-лавка», которые сейчас пытаются, так сказать, их тиражировать по стране точечно тоже, да. Это концепция экономии, в буквальном смысле денежных средств для муниципалитетов с помощью использования технологии, ну, на блокчейне, естественно, на их блокчейне, используют технологии, значит, систем лояльности. Это позволяет сокращать объем платежей межличностных, да, и, так сказать, платежей в муниципальные структуры, в том числе, сокращать объемы платежей, выраженные именно в денежной форме. Вот, поэтому системы, которые должны развивать финансовые технологии, они неизбенно должны будут дополнять любой умный, нейронный или какой еще город. Но это, к сожалению, вот это то самое неопределенное будущее, оно может быть ближайшее, но пока оно неопределенное, ни законодательно, ни, так сказать, концептуально люди не могут договориться. Но, скорее всего, это вот то, что обязательно должно быть пристегнуто к тем внешним, значит, решениям, как бы они, так сказать, не были замечательно подданы с помощью искусственного интеллекта, но они должны дойти еще до каждого конечного потребителя, в том числе и через финансовую сферу. Я на этом заканчиваю. Спасибо. Спасибо большое, Константин. И здесь у меня такой открытый вопрос и экспертам, спикерам, которые с нами сегодня обсуждают тему диджитал-трансформации города, и, возможно, нашим гостям, участникам. А может ли, в принципе, город советской инфраструктуры, такой, которым является Воронеж, стать полностью цифровым, то есть полностью сформировать цифровую среду? Или все-таки проще построить где-нибудь на краине Воронежа небольшой цифровой город и сделать все самостоятельно с чистого листа, и это будет более действенный кейс? Ну и пусть там есть вариант «Живут ропоты». Коллеги, кто хочет? Да, пожалуйста. Прежде всего, я предлагаю определиться с терминами, да? Потому что часто умным городом называют как сами технологии, так и совокупность сообщества, политики, экономики и технологии. Так вот, если говорить об умном городе как только о технологиях, то, на мой взгляд, нельзя рассматривать эти технологии в отрыве от сообществ, экономики и политики, потому что это все взаимосвязанные сегменты одного общего понятия. И, возвращаясь к вашему вопросу, на мой взгляд, необходимо развивать умный город как совокупность вышеобозначенных сегментов вместе с технологией, и технологией как вспомогательный элемент. Еще один момент. При внедрении технологий обязательно происходит изменение во всех остальных сферах. То есть это взаимовлияющие компоненты. То есть мы внедрили новую технологию, даже простая элементарная такая система, как Яндекс.Транспорт, да, то есть он у нас в Воронеже работает, если кто не знает, то можно смело ей пользоваться. И люди уже по-другому планируют свои маршруты. Вот, то есть простое внедрение технологий вызывает сразу же ответную реакцию и в сообществе, и в политике, и в экономике. Это все взаимозависимые части, некие системы общие. Поэтому ответ на ваш вопрос, наверное, стоит развивать в рамках существующих инфраструктурных объектов. Хорошо, спасибо большое. Да, если еще у кого-то там другая позиция, может быть, кто-то думает, что все-таки лучше построить новый умный цифровой город? А тут не совсем понятно, какая конечная эта цифра. Что такое полностью цифровой город? Просто дело в том, что мы можем сейчас сесть и подумать, сказать, что цифровой город вот такой. Мы узнаем, как движется стакан, где стоит бутылка, когда она закончится, еще что-то. Но когда все это мы внедрим, мы прекрасно знаем, как сейчас движутся технологии, то там спустя год-пять лет это уже будет, как она там, не советская, а раннероссийская инфраструктура, которая не будет соответствовать требованиям. Поэтому надо развивать то, что есть, и как бы двигаться в ногу со временем. Здесь самое сложное – это сделать первый шаг. То есть, ну, как из нашего опыта, когда мы начинаем там рассказывать, мы говорим, это вам значительно упростит, это сделает, ну, экономически целесообразный бизнес, еще что-то, а не все готовы меняться. То есть, ну, мы привыкли работать так, у нас есть люди, которые делают операции, которые, возможно, уже и не надо делать, но они всегда это делали, и мы так привыкли. И это наша зона комфорта, и из нее выходить всегда, как бы, сложно. Вот, плюс введение там новых технологий, это там связано с определенными рисками, а вдруг не получится, а вдруг мы получим не то, и не все готовы идти на этот риск. Поэтому здесь сейчас самое главное – это начать. Надо сделать первый шаг, чтобы у нас не было таких вопросов в зале, а там в Прянске пять лет говорят, и ничего не сделали. Это на самом деле печально. Вот, я все-таки надеюсь, что мы что-то сделали. Поэтому хочется, как бы, встретиться на таком же круглом столе через год, и там мы, мои коллеги, там, с Ростелекома, с других компаний скажут, а мы вот это сделали, и это нам позволило достичь вот таких вот целей, давайте вместе двигаться дальше. Хорошо, спасибо. Тогда у меня вопрос, который будет такой, ну, превью к следующему спикеру. А, у вас есть… Да, пожалуйста, представьтесь. Бау-бау. День добрый, Вячеслав. Извини, что, наверное, влез, но так или иначе мы сейчас обсуждаем… Простите, зовут меня Антон, я один из участников сегодняшнего форума, нашего инновационного и высокотехнологичного. Мы говорим сейчас о терминах «умный город», «цифровой город», но как-то не затронули… Можно погромче, да, а то не особо слышно будет. Как-то не обращаем внимания на то, для кого мы это делаем, да, для населения, я так понимаю, мы делаем это для горожан, наверное же, все. Вот. Что делать тем, кто не готов к цифровизации? Чем опасна цифровизация? Как быть тем слоям населения, которые негаджетированы, допустим. Не получится ли так, Константин, что город — это организм, а организм имеет свойство избавляться от ненужного, вот, и какая-то определенная социальная прослойка, как говорил Вячеслав, что мы сделаем где-то на окраине города что-то умное, не получится ли так, что эта прослойка уйдет куда-то в неумное, а в городе вот останется вся… это весь тот слой населения, который имеет что-то за своими плечами, за своей жизнью. Вот так вот. Можно ответить? Раз, 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 раз. А меня слышно? А то ему громче сделали, а мне нет. Слушайте, ну смотри. О, отлично. На самом деле все проекты, которые делаются, они так или иначе всегда предусматривают все слои населения. И те, которые гаджетированы, и те, которые не гаджетированы. Вот Андрей рассказал про умный видеодомофон, который в Брянске обещают, но конкретно в этом доме его почему-то нету. Наверное, жильцы не хотят платить, а видеодомофон нету. Так вот, тоже сделали пилот. И я сейчас вот расскажу про как раз гаджетирование-гаджетирование и вообще разные истории, разных вещей, связанных с умным городом. Они и уникальны все. Под разный продукт, разные истории. Когда внедряли умный видеодомофон, понимаем, что все завязано на гаджет человека, на смартфон. Но у кого-то его нету, а у кого-то кнопочный. Поэтому, например, в этом же решении тоже предусмотрено. У кого его нету, звонок приходит на обычный стационарный телефон, который звонит, и нажимая на звездочку, бабушка откроет дверь. В крайнем случае, вешаем ей в квартиру обычную труппу, которая сейчас висит, они интегрированы. А вот этот видеодомофон рассказали, да, у нас тоже такая история была, когда сначала проговорили, подумали, что сделаем такую вещь, когда видеодомофон, ну просто практически ничего не поменяется по функционалу, просто житель будет еще видеть. Сделали. Потом подумали, слушайте, это же IP, это же интернет, давайте на смартфон сделаем. Сделали. Потом появилась биометрика. Значит, дальше делают по Face ID. Я скажу дальше. С управляющей компанией, с которой мы сейчас делали видеодомофон, она говорит, слушайте, а это ж, я ж, когда человек будет подходить с ключом, там или с Face ID, неважно. Система ж не просто распознает ключ, который одинаковый, 100 штук по 100 квартир. Это ж каждый индивидуальный ключ, да. А можно, прежде чем откроется дверь, в течение 15 секунд автоответчик будет говорить, уважаемый жилец, квартира номер 5, у вас задолженность в оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 220 рублей. Поплатите, пожалуйста, срок до такого числа, чтобы им стыдно было, когда заходят вместе с соседями, и сразу дверь, чтобы не открывалась. Ну да, можно. О, вот только тогда управляющая компания сказала, ага, если до этого мне это было невыгодно, то сейчас мне уже становится выгодно, и тогда я готов за это платить деньги. ЖКХ-шная тема. Тоже вот счетчиками играемся, совместно с коллегами делаем, поставили пилот, ну а вот пошелте, кому он нужен. Жителю не нужен, он как платит исправно, так и платит. Те, кто магнитики ставит, им точно это не надо. Вот точно не надо, они против. Управляющая компания, ну все, что доначислят ресурсники, они на общедомовые нужды разбивают, деньги так и так собирают. Ресурсникам все, что недоплатят жители, они выставляют управляющая компания, которая разбивает на общедомовые нужды и так и так получает. Ну как бы не надо. Потом мы говорим, слушайте, а есть счетчики, которые могут, ну не совсем перекрыть ресурсы, потому что это для жизни может быть опасно, а очень сильно уменьшить, чтобы вода с крана по чуть-чуть начала капать, чтобы электрики хватило только на работу в холодильник, а вот телевизор уже не включался. О, да, интересно, тогда мы собираемость повысим, конечно. Вот. Тема сразу начинает работать. Магазин Ашан. Есть такие датчики, называются сниферы. Это датчик, который залазит в ваш телефон, если включен Bluetooth или Wi-Fi, даже если не подцеплены к сети. Датчик отслеживает, как вы зашли в магазин, по какому маршруту прошли, и дальше, когда оплатили, ваш чек тоже загоняет систему. Система Big Data начинает это сравнить, выравнивать. Они решают, давайте в следующей неделе мы поменяем местами расположение вина и водки. И потом опять сравнивают. Чек увеличился на полпроцента, а в их обороте это нереальные деньги. Все, эту систему они покупают. Есть другая история. Когда, наоборот, изобретатели идут вперед, мы сделали такой интересный проект, причем его не нарисовали, а сделали. Называется «Умный столб». Ну, так вот, умная опора, умный столб. Значит, это столб с фонарем умным, кстати, с Wi-Fi, с видеонаблюдением, с кнопкой вызова системы 112. А если надо, когда надо, под удаленным управлением, он еще вот так вот ложится и перекрывает проезд автомобилем. Заказчика не можем найти, правда, нет. Есть вещи, которые мы сначала применяем для своих компаний, для своих внутренних нужд, а потом они находят своего покупателя. Где-то года два назад внедрили систему геомонтажных. Это когда у каждого инсталлятора услуг Ростелекома, в телефоне есть программка, а диспетчер на карте города видит, где они есть, как они есть, и система автоматически отслеживает, когда он пришел на заявку, когда он ушел от клиента, исполняет он СЛЭ или не исполняет. Сейчас такой системой заинтересовались ЖКХ. Кстати, мы тоже хотим видеть, где вот находятся те или иные монтёры. Но вообще вот чем глубже погружаешься в эту систему у Новгорода, иногда становится страшно. Ну вот, например, Олег, да, судя отсюда по бэджику из Брянска. Вот представьте, зашли мы в магазин, это, кстати, тоже история, уже сделана с медиамаркетом, в пилотной зоне в Москве. Зашли мы в магазин, подумали, а не купить бы мне телевизор. Подошли к стойке телевизоров, покрутились, покрутились, не нашли продавца, который бы что-то посоветовал, вернулись домой. Пока вернулись домой, открывайте почту, вам приходит письмо. Дорогой Олег, спасибо вам большое за то, что вы посетили наш магазин. К сожалению, мы видим, что вы ушли из магазина без покупки, но вы интересовались телевизором. Учитывая то, что вы любите путешествовать, в частности, в прошлом году вы побывали в Испании, а ваш сын обожает играть на Sony PlayStation 3 в гонке, вы же подписку оформили, мы вам предлагаем купить вот такой вот телевизор. Эта модель вам наиболее хорошо подойдет, потому что она отображает яркие цвета ваших заграничных морских прогулок и динамическая матрица, там что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля, то поля для гонок, для человека. Именно для вас в магазине, который находится ближе всего к вашему дому, до завтрашнего дня, в течение завтрашнего дня, будет действовать такая скидка. Реальная история, работают вот такие письма, срабатывают процентов, по-моему, на 50-60, то есть каждое второе письмо достигает цели уходит. Как работать? Те же самые снипферы отслеживают, когда вы прошли в магазин, затормозились у телевизоров. Выдает ваш как это называется, идентификационный номер телефона. Далее отдает эту информацию в Google или в Яндексе. У Яндекса или у Гугла есть статистика, что с таким-то идентификационным номером телефона некто Олег зарегистрировал свою почту. И дальше по вас, вы же когда там зарегистрировались, вы же галочки ставите, я принимаю условия рецензионного соглашения. Кто читает? Ну я тоже не читаю, я просто показал руку поднимите, никто не читает. Ну и вы поставили галочку, все. Вы сходили в магазин, а вас знают, что вы сходили в магазин, вы вышли телевизор, дальше по почте, по еще чему-то, все понятно. Иногда становится страшно. Поэтому вот те люди, которые не гаджетированы, наверное, они в будущем будут себя чувствовать спокойнее. Но любой сервис для них будет доступен. Ну платные парковки, вот нет у меня гаджета, я же тоже могу оплатить. Могу оплатить, это предусмотрено. Любой сервис, который сейчас госуслуги развитые, да, через гаджет, ну нет у меня гаджета, ну пошел я в многофункциональный центр. Кстати, вы знаете, что в Воронежской области по-моему второй год подряд МФЦ занимает первые места по всей России. Самый лучший МФЦ. Пришел в МФЦ, тебе там все сделали, так что не переживайте, отказывайтесь от гаджета, живите спокойно, все блага человеческого вам будут доступны. Спасибо. Спасибо, Андрей. Но в продолжение темы, вот в начале своего спича речи сказали о том, что кому-то нужна цифровизация, кому-то не нужна цифровизация, кому-то больше услуг, кому-то меньше услуг, кому-то больше функций, кому-то меньше функций. Так нужна ли нашему городу эта цифровизация или нет? Приведу пример просто небольшой, уж я раскрою секрет. Я предсекретарь телеком-оператора Думру, Air Telecom Holding. И буквально месяц назад мы вышли с предложением о запуске публичного Wi-Fi на нашей обновленной, репрендированной советской площади. Тем не менее, публичный Wi-Fi — это что? Ну, это тоже умный город. От Wi-Fi многое зависит. Повышенная безопасность, возможность определять интересы той публики, которая присутствует на данной локации городской. Мы вышли на департамент культуры, на администрацию города, на департамент экологии, которому принадлежат, скажем так, те локации, городские парки и вот все это социально ответственное. И никто не знает, кому принадлежит Советская площадь. И не нужен никому там публичный Wi-Fi. При этом компания ничего за это не просит. Мы готовы сделать это в благих началах для социальной ответственности, для того, чтобы гражданам и гражданам было комфортно. Для рекламы, скажите прямо. Нет, а вот здесь уже совсем другое. Нет, для рекламы. Конечно, какие-то маркетинговые и коммуникационные цели мы будем преследовать после этого. Так или иначе, в первую очередь, мы заботимся о благоразвитии нашего города. Меня просто интересует вопрос, нужна цифровизация Воронежу или не нужна? Вот ваше мнение и мнение еще Константина, пожалуйста, я бы хотел услышать. Отвечу коротко, однозначно да. Если есть хотя бы какая-то часть населения, которая выступает за, значит для них это надо делать, остальные подтянутся. А те, кто не подтянутся, ну ради Бога, они не пострадают. Спасибо. Андрей Вольшой. Да, ну вот по вашему вопросу, вот если поставлено вот таким вот образом, нужна или не нужна, но мне кажется, я тут сколько, минут 10-15 говорил. В принципе, последние 5-10 минут было, в общем-то, видно, что проект, о котором я вам сейчас вещал, он решает вопросы как минимум усложняет коррупционную составляющую, усложняет реализацию коррупционной составляющей в дорожно-строительстве, ну и в сфере ЖКХ в том числе. Поэтому тут ответить, что не нужна, особенно в таком виде, но только могут какие-то отъявленные коррупционеры, но у нас же таких нет здесь, правильно? Поэтому все говорят, что я думаю, что все согласятся, что она нужна. Я хотел бы немножечко на другой ваш вопрос ответить, понимаете? Вот когда вы сказали насчет организма, да, конечно, я же не могу все писать, иначе мы тогда бы тут час только меня послушали, и это было бы ужасно. Ведь, ну, организм, знаете, вирус тоже организм, понимаете? То есть организмы, они разные бывают, да, вот. И когда мы говорим, вот вы чувствуете себя как горожанином вообще, вот вы себя горожанином именно вот в таком полноценном смысле чувствуете или нет? Я, именно я, но думаю, что да. Да. А вот какие у вас, как у горожанина, вот есть, ну, скажем так, что вы можете решить в этом городе? Вот что вы можете решить сами, как горожанин? Как минимум не остаться беспричастным к какому-либо, может быть, происшествию или выпиющему случаю, оказать какую-то социальную поддержку тому, кто реально будет нуждаться в данной ситуации здесь и сейчас. Да, ну то есть это такая достаточно информационная, некая информационная составляющая. То есть вы информационный горожанин, понимаете? А я вот в том числе то, что я пытался последние там две минуты сказать про финансовые вещи, естественно, невозможно это развить в полной мере, но мы, к сожалению, еще должны почувствовать, вообще в России города, вы знаете, разбивались очень трудно. Городская реформа, начиная чтобы и при Екатерине, и при там Николае, и при Александре Третьем, она все время буксовала, не могли донести, довести ее до конца по сословным причинам, по разным другим причинам. Поэтому люди, которые живут в городе, они в лучшем случае чувствуют себя, вы знаете, как в городе-механизме. Они чувствуют себя вот как некий вот горд их производит, понимаете? А вот когда ты чувствуешь, значит, ты живешь на определенной территории, прямо на районе, да, у тебя там бизнес, предположим, да, ты от этого района зависишь, и район от тебя зависит, понимаете? Вот такие вот локальные, может быть, ультралокальные экономики, вот когда мы сформируем вот такое представление, понимаете? Вот тогда у нас будет другой уровень и умного города, нейронов, любого, понимаете? Когда мы будем отвечать, в том числе и экономически, и хозяйственно за ту территорию, на которой мы живем, понимаете? Вот я считаю, что мы должны формулировать именно такого, и умного горожания, и такой умный город. Вот вложенные друг в друга вот такие вот многосоставные фракталы, которые на самом деле разрастаются в развивающиеся и толерантные, извините за идиотское слово, но в данном случае именно дружественные, да, к человеку, значит, и к малым сообщественному организму. Вот. Большое спасибо, коллеги, кажется, я удовлетворю. Да, спасибо большое, Антон, за интересные вопросы. Да, Алексей Соколов. Слышно? Слышно? Вопрос-то вообще такой риторический. Нужно, не нужно. Вот голос произнес. Ведь есть категория людей, которые скажут, да мне дороги не нужны, потому что я по ним не езжу, у меня нет автомобиля, еще провалились бы все эти автомобили, а мне только мешают во дворе. Вот. Точно так же и здесь. Но человек привыкает комфорту очень быстро, и любое ношуство, которое так или иначе помогает тебе, оно входит в жизнь мгновенно практически, его перестаешь замечать, начинаешь относиться к этому как само собой разумеющимся, поэтому тут однозначный ответ. И дороги нам нужны, и умный город нам нужен. Вот. Я хочу привести один такой маленький пример, как быстро, удобство, вообще взрывообразно входит в жизнь. Когда операторы связи впервые ввели такую услугу, как короткие сообщения, смс, они, если помните, они были бесплатные. То есть мы бесплатно обменивались смс-сообщениями. То есть никто не понимал, нужно это или не нужно. Но как только повалил вал этих сообщений, операторы тут же смекнули, тут же, значит, это все стало платно, причем так платно, что уже, а все настолько вкусили это, отказаться уже от этого не могут. Вот. И точно так же происходит с любыми сервисами, которые происходят. Даже для тех, кому не нужны дороги автомобиля, для них обязательно какой-нибудь сервис сделают так, чтобы они могли властям сообщить. А вот эта машина стоит не на месте. Вы, пожалуйста, примите меры. И к тому вопросу, что вы не могли найти, кому же принадлежит Советская площадь. Ну, понятное дело, Советская площадь находится на территории города Воронежа. Да? Ну, вы обратитесь в мэрию, напишите главе города. Скажите, вот мы хотим бесплатно вот такой-то сервис на этой красивейшей площади города Воронежа сделать. Помогите нам это. И найдется и владелец, и вам найдутся те, кто будет способствовать этому вопросу. Поэтому я, честно говоря, удивлен тем, что в вашей такой серьезной компании не нашли владельца. Просто странно. Спасибо. Хорошо. Да, на самом деле вот сейчас мы тему человека, одну из самых важных в городе, в принципе, в том числе и в умном, затронули. И есть, наверное, у кого из вас есть бабушки, которые, например, не могут пользоваться Сбербанк онлайном, электронными сервисами Сбербанка, то есть автоматами Сбербанка, которые в банках находятся. У кого есть такие бабушки? Вот. Да. Участие, аудитория, они есть. И если мы затронем эту тему как одно из проявлений цифровизации города, то мы сразу увидим с вами такую цифровую дискриминацию. Потому что если бабушка ваша не умеет пользоваться этими сервисами, ей приходится платить больше за квитанции. Да. Но не все это знают. И хотелось бы Светлане Владимировне передать слово, чтобы она рассказала о примере, как Вифти пытаются решить эту проблему, решают ее. Вы знаете, я хочу начать. Добрый день, например, или добрый вечер уже. Я хочу начать вот с чего. Паровоз цифровизации идет. И если пять лет назад я своим студентам, слушателям говорила, если вы не успели в него впрыгнуть, он ушел, а вы остались, то сейчас невозможно не успеть впрыгнуть в этот паровоз. Остаться невозможно. Если вы откатитесь на 30 лет назад, то даже кнопочный мобильный телефон был фантастикой. Сейчас гаджет, это нормально. И нормально, и для пенсионеров. Если вы откатитесь даже на пять лет назад, придя в банк, стояла очередь перед 20 числом. Страшная очередь. И все ругались друг на друга. Вы здесь не стояли. И только одна железная женщина, которой говорили спасибо тебе, дорогая, помогала оплатить услуги ЖКХ. Сейчас пенсионеры очень легко обходятся не с одной, а с десятками железных барышей, которые помогают им оплатить. И сказать, что с одной стороны, давайте мы разделим два вида людей старшего возраста. Первое, это не работающие пенсионеры. Это те люди, которые уже находятся дома на заслуженном отдыхе. А вторая категория граждан старшего возраста, это граждане предпенсионного возраста. И на сегодняшний день можно сказать, что сменить профессию два-три раза в жизни, это уже нормально. И среднее поколение, тем, кому 40 и даже 50, это делают. Причем меняют абсолютно вектор. Тем, кому сейчас 15-16, они за свою жизнь сменят, может быть, и 5-6 профессий. Успеют это сделать, потому что отмирают профессии, появляются новые. И они другие, они адаптируются быстрее. А вот люди предпенсионного возраста, которым необходимо сменить профессию, которым необходимо быть востребованным и успешным, им тоже необходимо обучаться. Итак, две категории граждан. Те, которые хотят еще работать, им необходимо IT-образование разного уровня. И те, которые уже находятся на заслуженном отдыхе и хотят остаться, а может быть, кто-то и не хочет, потому что не понимает, что это необходимо. И сформировать как раз вот эту потребность у людей старшего возраста жить в IT-пространстве. И это тоже очень важно. Проблемы несколько. Проблема первая, я считаю, глобальная проблема. В городе есть различное количество курсов для пенсионеров. В библиотеках организуют различные компании. Проводят в основном эти курсы волонтеры. И я вам могу честно сказать, работая с пенсионерами больше 10 лет и обучая пенсионеров больше 10 лет, невозможно взять студента и сказать, иди учи пенсионеров. Во-первых, потому что наши студенты в основном не стрессоустойчивы. Кстати, представителям компании, когда к вам приходят устраиваться на работу, и в анкете написано «стрессоустойчив», пришлите его в ВИФТ на одно занятие к пенсионерам. Вы сразу поймете, стрессоустойчив человек или не стрессоустойчив. Это первое. Второе. Пенсионеры достаточно, и люди предпенсионного возраста, достаточно трепетно относятся к той технике, которая стоит перед ними. Им безумно страшно. И помочь им побороть этот страх тоже должны преподаватели. И вот тут как раз необходимо, чтобы преподаватели были профессионалами. Не теми, которые работают со студентами, не теми, которые работают с предприятиями, с организациями, со специалистами предприятий, организаций, с управленцами, а те, которые умеют работать с людьми, ну так скажем, почтенного возраста. Те, кто умеют выслушать, те, кто могут 20 раз, 30 раз, 50 раз показать и рассказать. Те, кто могут объяснить на тех примерах, которые понятны людям пожилого возраста. И вот это очень важное направление работы нашего института. Вы видите наших слушателей сейчас на экране. Буквально вот два часа назад мы награждали наших слушателей. У нас целые семьи учатся. У нас учатся от, мы говорим, пенсионеров до пионеров. Старшему 87 лет в этом году нашему слушателю было. Младшему 7 лет нашему слушателю. Причем это семьи, которые приходят. И ребенок приходит в детскую компьютерную школу. Старший брат приходит в среднее профессиональное образование. Дальше приходят родители на родительский клуб, либо на программы переподготовки, повышения квалификации. Это абсолютно счастливые люди, которые не просто впрыгнули в паровоз цифровизации, но еще затащили своих соседей. Которые являются проводниками цифровизации в нашем регионе, потому что они действительно... Оксана Олеговна не даст соврать, вот руководитель серебряного проекта Серебряный институт, она их называет маньяками, потому что они реально учатся. Они могут броситься практически в рукопашную, если им дать на выбор две темы. Ну, например, они будут делать гифки или дальше резать видео. Действительно, те программы, которые мы им начали айтишные предлагать, переродились в программы, уже вот вы видите, цифровой фотографии. Они ходили в фотостудию делать фотографии. В прошлом году появился новый проект юридической грамотности, появился новый проект финансовой грамотности для пенсионеров. И говорить, что курсы — это решение проблемы, нет. Наверное, курсы — это начало решения проблемы. А далее это клубы по интересам, это некие ассоциации, которые не мы организуем, а уже наши пенсионеры самоорганизуются. А мы только помогаем им и создаем условия. Они рисуют, они пишут статьи, они получили новый глоток жизни благодаря цифровизации. Спасибо. Если есть вопросы, я готова ответить, рассказать. Мы ждем ваших бабушек, дедушек. Приходите к нам с удовольствием. Коллеги, есть вопросы? Да, у меня, наверное, к Светлане не будет вопросов, потому что, извините, что я говорю, но буду как-то поддерживать нашу аудиторию. Потому что здесь на самом деле достойная социальная позиция, и все очень классно, круто и ромашки. У меня вопрос к Андрею Горбаню. Андрей, будьте добры, вот мне, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Что раньше появится в Воронеже? Хорошие дороги или датчик посчитывания количества мусора в мусорном баке? Вот так. Почему вы об этих двух вещах говорите в прошедшем времени? В городе Воронеже замечательные дороги. В городе Воронеже есть пилотные зоны с датчиками наполнения мусорных баков. Я не могу сказать, что появилось раньше, потому что дороги периодически обновляют, а датчики поставили не так давно, но раньше, чем был последний ремонт. Это уже есть. Просто об этом не знаете. Хорошо, спорить не буду, окей. Одну ремарку добавлю про дороги на... Главное не ездить, извини, Вова, с Яндекс-таксистами, которые постоянно жалуются на наши дороги, а так да. Ну, слушайте, про дороги не соглашусь. Я просто буквально несколько дней назад наткнулся в соцсетях на пост Гаррика Мартиросяна, всем известного, да. То есть, ну, не могу сказать, что там звезда не звезда, можно спорить, но это человек, который приехал в город, гость нашего города, да. Был просто замечательный пост о том, как ему понравился город. И про дороги, и про общественное пространство, про парки, скверы. Ну, вот просто такой взгляд жителей другого города, скажем так. Вот. Так что, мне кажется, что все-таки определенная трансформация, она присутствует. Типа, Владимир. Да, Олег. Коллеги, я извиняюсь в тему просто. Андрей, а вот сбор информации с этих датчиков мусорных в рамках этих пилотных проектов, он собирается у управляющих компаний или есть какие-то структуры на уровне муниципалитета, которые, может быть, ситуационные центры какие-то вообще. Есть ли у кого-нибудь сведения, что какие-то есть структурные информационно-аналитические отделы в рамках региона, которые собирают с датчиков любых датчиков, любые кейсы, любые примеры, которые потом эту информацию как-то обрабатывают. Мы сейчас про мусор или вообще? Ну, вот про мусор и вообще. И вообще. Ну, про мусор, я так понимаю. В Воронеже про мусор, пока не собираются данные какие-то управляющие компании или еще что-то. Это вот на уровне пилотов, когда можно показать. Если говорить про датчики вообще, да, есть уже реализованные истории, когда данные с общедомовых приборов учета тепла уходят управляющим компаниям и ресурсов с обращающим организациям. Такие уже реализации в том числе и в нашем городе есть. Пока сведения вот из всех присутствующих здесь, что на уровне управляющей компании это все ограничивается, на уровень города это не идет дальше, не распространяется. Сбор информации и дальнейшая обработка. Ну, немножко не так. На уровне города, области есть хорошая система, ГИС ЖКХ, она федеральная в том числе, и сбор информации идет. Другое дело, каким образом она попадает, эта информация. Понятно, что там в этой системе нет информации с каждого счетчика отдельно. Вот эту информацию собирают ресурсники управляющей компании. А в систему уже они вносят где-то в ручном режиме, где-то в полуавтоматическом режиме. И у власти, если мы объединяем понятие город-область, эта же информация, конечно же, есть. Спасибо. Хотел кое-что добавить. Дело в том, что существует портал такой data.gov.ru, на котором это портал открытых данных Российской Федерации, куда сводятся все данные из открытых источников интернета вещей, и в том числе о системе «Умный город». Безусловно, конечно же, мы говорим о том, что есть куда стремиться, и не все реализовано, и в частности в Воронеже не все цифровые решения реализованы. Безусловно, мы смотрим, давайте говорить о том, что мы смотрим будущее, и в принципе сегодняшняя секция, она, наверное, больше о том, каким должно быть это будущее, и как мы должны его себе увидеть, представить, и что в этом будущем должно появиться, опять же, не само, а что, опять же, мы как-то общими усилиями должны построить, усилиями бизнеса, усилиями власти. И, конечно же, диджитал-трансформация, она затрагивает далеко там ни одну сферу. Здесь можно говорить и о трансформации системы образования, куда там, в том числе, дистанционное образование попадает, и о трансформации медицины региона, здесь появляются там электронные карты пациентов, база, оцифровка медицинских карт, онлайн-запись в поликлинике и так далее. Были давно в поликлинике, работает онлайн-запись. Работает, отлично. Вот, уже что-то начало, начинает появляться, да, электронные медицинские карты, насколько я знаю, что сейчас тоже, ну, как бы, проект находится в работе. Вот, и цифровое правительство, да, это тоже, как бы, один из элементов умного города, здесь речь идет и о безбумажном, там, документообороте в органах власти, и что нам, наверное, всем ближе, именно о тех каналах взаимодействия жителей и власти, которые помогают быстрее и проще, и понятнее, да, как бы, свою проблему, с которой человек столкнулся, донести до власти, и здесь, наверное, цифровизация должна, я надеюсь, ускорить время принятия решений и каких-то ответных мер, реакцию на эти все обращения и обращения граждан, это тоже входит в цифровую трансформацию, в концепцию цифрового правительства. Я видел вашу руку, да, да, то есть и реплик. Ну, у меня вопрос, который, в общем, меня лично, наверное, волнует, так скажем, вот гражданин любой, который вступает вот в цифровую эту среду, да, умного города, там, умного подъезда и так далее, он сталкивается, в принципе, с новой такой средой для себя, в которой существуют какие-то опасности, по всей видимости, да. То есть, если, ну, для примера, если мы, как бы, скажем, каждый человек, наверное, уверен, что если он там свои карманы будет внимательно контролировать, то, ну, скорее всего, его не ограбят, то здесь, ну, то есть мы уже не можем контролировать эту ситуацию на уровне вот гражданина, да, какой бы он там ни был, там, продвинутый человек, ну, вряд ли он все равно, ну, если он не специалист, не профессионал в этой области, то, конечно, он не может, как бы контролировать свою безопасность самостоятельно в этой вот цифровой среде. И поэтому вопрос в том, во-первых, первое, что мне хотелось бы вот мнение экспертов узнать, как вы считаете вообще граждане в умном городе, они будут более безопасно себя чувствовать или менее все-таки по сравнению с теперь настоящей ситуацией? Сначала нет, потом да. И второй вопрос, значит, если все-таки менее, то что сейчас в этом плане делается, потому что вот во время внедрения всех этих красивых решений, там, про телевизоры, про магазины, да, то есть если как бы все усилия тратятся только на то, чтобы их внедрить, и при этом никакие стандарты безопасности не учитываются, не разрабатываются, не улучшаются, не ужесточаются, то, на мой взгляд, это опять будет такая тема, что до первого случая, когда кого-то ограбят, там, несколько тысяч человек, да, и тогда опять мы будем заватывать эти дыры, вот, как сейчас с этим. Тема безопасности, да, безусловно, важна. Есть, пожалуйста. По поводу безопасности, у вас получается как бы два вопроса. Станет ли, поможет ли умный город повысить безопасность для конкретно каждого гражданина? Да, однозначно ответ да, поскольку это одна из целей безопасного, умного города, и он как раз отчасти для этого и создается. Второй вопрос, как сделать эту безопасность, ну, как уже, наконец, к ней прикоснуться, я правильно вас понимаю? То есть много говорится о том, что вот она создается, внедряется, но вот как это использовать, да? Реальности нет. Вот смотрите, я как раз руковожу организацией, которая устанавливает разные системы безопасности на предприятиях, но мы в основном работаем не в масштабе города, а в масштабе конечных предприятий и конечных пользователей. Если говорить о таких системах, то они однозначно точно помогают повысить безопасность. Но также мы принимали участие в одном из этапов безопасного города, в городе Воронеж, в рамках которого устанавливали системы видеонаблюдения, наружного видеонаблюдения. Эту систему ставили, вот если не ошибаюсь, в 2014 году. После этого было еще несколько этапов системы безопасный город. Алексей Серафимович, я думаю, может более подробно как-то осветить эту тему. Но точно могу сказать, что эта система уже введена в действие, она работает. И правоохранительные органы ее используют. Более того, эта система постоянно расширяется, и она оборудована системой, подсистемой видеоаналитики. То есть, если вдруг в парке оставлен какой-то габаритный предмет, и он там находится долго без движения, то эта система выводит на диспетчерский пульт в центре видеомониторинга диспетчеру об этом уведомлении, и туда может быть отправлен на ряд полиции. Это работало еще несколько лет назад, и я думаю, что до сих пор так же работает. Также если смотреть чуть дальше, в сторону умного города, то система стратегически развивается таким образом, что многие другие системы безопасности, локальные, будут в итоге объединены в единую централизованную систему, которая посредством системы видеоаналитики сможет мониторить происходящее и вовлекать спецслужбы, и тех, кто ответственен к этим учреждениям, к этим местам, к реакции на происходящее событие. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, но, в общем, на мой взгляд, это повышает в целом безопасность граждан. Алексей, вы хотите добавить что-то? – Спасибо. – Спасибо. – Ислав поднял очень серьезную тему, но безопасность начинается с самого человека. То есть у нас сейчас на очень низком уровне находится культура информационной безопасности, личной информационной безопасности. Мы совершенно спокойно оставляем о себе везде, где только можем, все сведения любые о том, где мы сейчас находимся, какие у нас родственники, как они выглядят, что у нас в квартирах, вообще как устроены наши дома, внутри жилища, вплоть до фотографий замков и все-все-все-все-все. И это мы выкладываем сами о себе. Вот мне кажется, что на этих курсах, да, вы учите, это очень правильно, нужно повышать культуру информационной безопасности, во-первых, ну а во-вторых, конечно же, в умном городе человек будет наверняка более защищен. Почему? Потому что жизнь его станет более прозрачной. Опять же, есть две стороны. Кто-то борется за личное пространство и чтобы никого в нем не было, но в то же время он будет посещать общественные места, где будут все эти системы видеонаблюдения, фейс-контроли, там где толпа образуется, не образуется. В общем, короче говоря, сведений станет больше и, во-первых, прогнозировать какие-то неправомерные действия можно будет, можно будет на них быстро реагировать. Ну а то, что касается наших финансовых, вот этих виртуальных кошельков там или невиртуальных, понятное дело, что банки тоже грабят, на дороге тоже грабят. Если вы будете за пазухой носить средства, есть вероятность тоже, что вас в конце концов подлоят где-то в темном углу и произойдет отъем. Отъем, да, но в условиях умного города сделать это будет более трудно. Мне пришлось недавно общаться в жизни с милиционером, который пришел и говорит, я вижу, что у вас стоит камера, а вы не можете нам дать запись, потому что рядом соседний дом, его обокрали. Но камера ставила так, что она не видела этого дома, но в то же время милиционеры говорят, когда стоит камера, то даже если это муляж, то в это место лучше не пойдут, а пойдут туда, где нет ничего. Поэтому умный регион, мне кажется, даст, умный город даст больше защищенности гражданам. Спасибо. Я единственное хотел сказать, что я-то, собственно, еще про что хотел спросить. То, что современные системы позволят увеличить безопасность в деле борьбы с имеющимися опасностями, да, ну, как бы это понятно. Но я говорил о другом, о том, что современные системы, когда они внедряются, да, они добавляют новые опасности. Ну, простой пример, вот у нас регулярно все знают, что там каким-то образом из наших, из ГАИ утекают там данные об автомобилях, там, Бог его знает, как, ну, вот они регулярно оттуда утекают. Вот если мы, например, сейчас соединили базу данных для умного города, ГАИ, соединили там с поликлиниками, например, к примеру, да, что влияет, ну, естественная сцепка. Значит, данные будут утекать теперь уже, из одного места они утекли, они утекли сразу вообще обо всем. Мы поставили там умный дом, там умную квартиру, датчиками нашпиговали квартиру. Кто-то к этому подключился и, значит, изучает, как мы ходим там, голые по квартире, там, радуются очень сильно там, да. Вот, ну, вот я вот это имел в виду, прежде всего, потому что сейчас этого нет, как бы, а если мы внедрим умный город, это все появится. И у меня просто такое впечатление, очень много разговоров о том, вот мы сейчас делаем то, то, вот человек выйдет на улицу, его сфоткают, сразу о нем все узнают, чем его дети занимаются там и так далее. И это так замечательно, а я сразу думаю, ну, хорошо, это, если это для благих дел будет использоваться, то это замечательно, а если для неблагих, то это намного хуже, чем те плюшки, которые, так скажем, я получу. То есть я вот как бы волновался об этом, прежде всего. И у меня нет вот сейчас уверенности, что компании, которые занимаются внедрением этих всех замечательных технологий, они, по-моему, больше... ориентированы на то, чтобы вот сделать их вот классными, работающими, именно вот, ну, делающими то, что они должны делать. Но при этом вопрос к безопасности, по-моему, как бы не первое место занимает, а они бы должны занимать. Ну, вот мне так кажется. Ну, как громко. На самом деле, если говорить в рамках нашей компании, безопасность далеко не занимает последнее место. И те данные, которые посылают там наши счетчики, они идут в зашифрованном виде и только при наличии там специализированного ОПО, дешифратора, можно эти данные расшифровать. Они никуда не идут в открытый доступ, если, ну, как бы, компания-заказчик этого не пожелает. Естественно, элементы какого-то там опасения, то, что будет небезопасно, ну, наверное, есть, и эти опасения оправданы. Ну, какой-нибудь пример из жизни, когда вышел первый автомобиль, он ни разу небезопасен был. Там не было ни подушек безопасности, ни ремней безопасности, там даже подголовника не было. После того, как шеи начали ломаться, Volvo придумал подголовник. Вот, но мы знаем, что есть сейчас. Есть все вышеперечисленное, плюс там система, которая сама тормозит и много-многое другое, и там считывает дачи, линии разделительные на дороге и тому подобное. Ну, то же самое сейчас информационная технология, там умный город, интернет, вещей, все это развивается, и вместе с ним идет безопасность, потому что, ну, как бы все отдают себе отчет, что безопасность это, ну, таких, одна из базовых вещей, которые важны, там, для человека. Повлияет ли на безопасность? Конечно, повлияет. Ну, вот, поговорили про умное освещение. Вот, у нас есть статистика, что аварийность после введения умного освещения снижается на 20%, снижается количество ДТП. То есть, за счет того, что, как бы, нет неосвещенных мест, и мы знаем о наличии, там, или то, что не работает освещение. Если там говорить про датчик люков, то он, как бы, снижается, та же аварийность, количество пробитых шин и падение в эти люки. Естественно, безопасность становится выше. И так касаемо, там, датчики затопления, движения и многие-многие другие вещи. Вот, здесь больше благ, нежели каких-то там рисков. Но это вот на наш взгляд. Спасибо. Хотел бы добавить пару слов о том, что, несмотря на то, что технологии умного дома, умного города, интернета вещей пока находятся в фазе активного роста и развития, и пока не получили, ну, скажем так, повсеместного распространения в каждом доме, в каждом жителю, ну, и даже так, когда они получили, даже еще не все об этом проинформированы, вот о чем Андрей говорил, да, то есть, бывает, система уже внедрена, и еще не знают даже жители об этих системах. Так вот, очень сильно намечающийся тренд, связанный с безопасностью интернета вещей, как раз приходящийся на конец этого года, весь следующий год, и прогнозируется, что этот, ну, как бы, тренд будет активным на протяжении ближайших нескольких лет. Связан он преимущественно с тем, о чем вы говорили, о том, что низкий уровень квалификации конечных пользователей. Они придумывают очень простые пароли, несмотря на то, что система их ограничивает и обязывает придумать сложные, при этом все равно умудряются придумывать простые. И иногда их записывают в доступных местах, но, в общем, используют иногда в качестве паролей, там, дни рождения, еще чего-то, ну, то есть, то, что легко взломать путем подбора пароля. Действительно, такая проблема есть. И чем больше будет получать распространение эти системы, тем эта проблема будет иметь больше масштаб. Здесь, да, нужно как информирование, как обучение. Плюс здесь нельзя обойти стороной то, что все эти технологии, они подразумевают под собой более продвинутые стандарты шифрации и, например, та же двухфакторная авторизация, да, и есть в этом тоже дополнительные элементы защиты. Плюс тот самый протокол, о котором говорилось, стандарт, да, LoRaWAN, плюс NBIOT, нельзя его тоже обойти стороной, LoRaWAN и NBIOT, это конкурирующие друг между другом технологии по связи с устройствами интернета вещей. Они подразумевают под собой достаточно серьезную защиту на уровне протоколов. То есть, естественно, этот вопрос продумывается, и он решается и при внедрении, и при настройке. Спасибо, Евгений, с участием волнения. Коллеги, один маленький ремарк. Вот все это похоже на то, что мы в доме прорезаем двери, да? Вот чем больше этих дверей, тем больше вероятность, что через них можно зайти. Вот мы рассказываем о том, о качестве замков, там, все такое прочее. Да, риски будут появляться с новыми технологиями, новые риски. Просто мы живем в мире рискованном таком, так или иначе мы тут подвержены. Просто наши риски будут переходить на другой уровень нашего развития. Я думаю, что в принципе ничего не изменится. То есть баланс плюсов и минусов, он всегда будет сохраняться. Кому-то будет страшно жить, кому-то комфортно при прочих равных условиях. Поэтому тут как бы мы, тут надо понять, что мы не идем в сферу, которая нас наоборот приводит к изменению баланса в сторону риска. Я думаю, что нет. Потому что все те, кто эти технологии создают, защита информации, это является тем критерием, который позволит распространяться этому новшеству. Если защищенности нет, от него очень быстро откажутся. Поэтому все к безопасности будут стремиться. Ну и будет обратная сторона, которая всегда будет стремиться влезть в эту дополнительную дверь. Я еще, наверное, несколько слов скажу. Вот Алексей затронул эту тему сейчас и, в принципе, частично ответил на это просто. А вот что вы знаете о блокчейне? Извините опять за это ругательное слово. Вы знаете, о блокчейне, конечно, я знаю кое-что, но в принципе на данный момент эта технология, я считаю, опять же, так скажем, с точки зрения безопасности не очень доработана, на мой взгляд. И поэтому, ну... А в каком виде вы считаете она недоработанная? Потому что, ну вы же понимаете, что это криптографическая технология? Да, понимаю. Да. Вот просто я к чему это говорю? Потому что, может быть, неспроста какие-то вещи у нас не идут, знаете? Потому что, если существуют какие-то лакуны где-то, то, может, это кому-то нужно, понимаете? То есть вот конституирование и отставание у нас, вот скажем, по ряду государственных, в том числе, реестров, да, на блокчейне, да, оно меня иногда вызывает, вот, вот, когда я про это читаю, я читаю с одной стороны энтузиастов, в том числе и в государственных органах, вот, и я читаю про то, я вижу, как это все вот дается, а потом раз и куда-то уходит, понимаете? Потому что, вы же понимаете, что, скажем, получить доступ и, вот, условно говоря, сломать и украсть информацию, хранящуюся там, ну, в блокчейне-сетях, особенно в IPFS, да, это практически невозможно. Вот сейчас, ну, пока квантовые компьютеры не изобретены в том виде, да, это невозможно. Поэтому здесь нужно все-таки видеть какие-то социальные аспекты, они, может быть, даже, не вполне очевидны, но они наверняка и все эти вопросы безопасности, знаете, при необходимости все можно защитить. И если какие-то утечки существуют, то они, скорее всего, могут существовать неспроста. Поэтому я лично считаю, что во всем нужно, ну, можно рассматривать какую-то волю, да, видеть. Если воля будет, да, то эти реестры вполне можно защитить существующими технологиями. Если это не делают, ну, это повод задуматься. Вот это вот моя личная позиция. Ну, да, именно так. Я как раз, скажем, вопрос задавал, именно как повод задуматься, в общем, как бы, смысл был такой. Хотелось бы, чтобы все те, кто, скажем, несет нам это цифровое будущее, да, чтобы они вот этот повод задуматься не упускали. Спасибо, да, действительно, безопасность важная тема, но вот мы видим, что коллеги ей вплотную занимаются, она не проходит мимо них. Я хочу пригласить в беседу Александра Еремеева через умные руки и умную голову, у которого прошло очень много проектов в сфере IT, поскольку Александр долгое время с ним работал в экстелераторе фри. И адресовать такой вопрос из этой практики, может быть, есть интересные проекты, которые там запомнились и которые сейчас работают и приносят пользу. Может быть, проекты, которые теперь уже перешли в какие-то крупные компании, как это часто бывает. Ну, в сфере умного, соответственно, в сфере умного города улучшение жизни людей через цифровые технологии. Ну, на самом деле Hot Wi-Fi, тот самый, который портфельный проект Free, с ним наверняка многие сидящие сталкивались. Абсолютно есть, мы пользуемся. Да-да-да, интернет в кафешках бесплатный за то, что пользователь должен зарегистрироваться и рассказать в социальной сети, что он в этом кафе сейчас находится. В целом, на самом деле, ну, проекты есть, их много. Они, на самом деле, вот чуть-чуть улучшают то, что есть те технологии, которые уже сейчас есть, они их по чуть-чуть улучшают. Не скажу, что их много, но по одной простой причине, что на самом деле мы все-таки танцуем в первую очередь, ну, там, то, что мы делали во Free, то, что мы делаем сейчас, с другими акселераторами, то, что мы делаем с компаниями, мы танцуем от того, что в результате хочет пользователь. И, на самом деле, ну, мое пока вот самое большое сомнение, несмотря на то, что я вот тот самый продвинутый человек, который пользует всеми благами цивилизации, это то, что многие вещи, которые сейчас делаются в рамках умного города, умного дома, они скорее навязываются людям, и ровно от этого происходит, ну, такое небольшое отторжение. Да, есть безумно удобные вещи, но есть истории, которые навязываются, ну, они не приживаются, там, не знаю. Доступный интернет – это хорошая история. Возможность купить билет, там, на, там, Аэроэкспресс или на, или в метро пополнить кошелек, там, бесконтактно – это хорошая штука. А есть какие-то вещи, которые, ну, возможно, для них просто не пришло время. Поэтому здесь, если такие истории будут появляться, мы в первую очередь смотрим, а есть ли на них запросы с точки зрения жителей города. Если пока запроса нет, ну, либо это делать, там, впрок на будущее, либо пока все-таки подождать. Спасибо. Хотел добавить пару слов к тому, что сказал Александр. Если говорить о методологии умного города, то прежде всего как раз она базируется на потребностях граждан, в идеале должна базироваться на потребности граждан, сочетаться с политикой и экономикой города. И дальше уже на всем этом должны надстраиваться технологии как ответ на запрос политики, экономики и граждан. И я сейчас, может быть, сделаю странную штуку. Я выступлю в просветительской функции такой. Сообщу о том, что Министерство России и Ростелеком летом этого города разработали интернет-платформу базы знаний умных городов. Адрес сайта RussiaSmartCity.ru в одно слово. Вот не поленитесь, зайдите, посмотрите на это. Там есть раздел «Документы», и там есть три документа. Возможно, вы будете очень сильно удивлены. Значит, там документы следующие. «Умный город. Новая эпоха развития городской инфраструктуры», дата принятия 19.06.18. «Дорожная карта по направлению «Умный город», программа «Цифровая экономика», дата принятия также 19.06. И третий документ. «Направление «Умный город. Программа «Цифровая экономика» Российской Федерации» апреля 2018. В этих документах очень красочно, кратко, в картинках изображены статистически собранные данные от граждан Российской Федерации, как запросы на «Умный город». Это все вплетено как раз в экономику и в политику. Это все принято на государственном уровне в качестве программы «Умный город». Вернее так, по направлению «Умный город» в рамках программы «Цифровая экономика» Российской Федерации. Там есть «Дорожная карта», где подробным образом все расписано. И статистика пользования разными услугами гражданами, и запросы от них. И на основе этих запросов сформированы как раз цели программы и «Дорожная карта» для реализации проектов «Умный город». Также, как уже чуть ранее говорил, есть несколько довольно сильных интернет-ресурсов типа data.gov.ru. Это портал открытых данных, куда системы «Интернета вещей» и «Умного дома» и «Умного города» могут данные размещать, чтобы другими системами можно было ими воспользоваться, взяв оттуда. То есть на самом деле прогресс идет и опирается как раз на то, о чем вы говорите. Просто повторюсь, сложность в том, что не обо всех технологиях и событиях мы можем знать ввиду просто плотности информационных событий и ускоряющегося прогресса. — Да, спасибо большое. Сейчас мы потихоньку переходим к завершающей стадии. Я попрошу каждого эксперта по очереди в формате блиц-ответа ответить на последний исключительный вопрос. Да, это в продолжении темы запросов, потому что все мы с вами граждане, и мы тоже можем формулировать и формировать запросы на «Умный город» и на диджитал-трансформацию. Опишите, пожалуйста, в одном предложении какое изменение вы хотели бы, самым важным, самым первым, чтобы оно произошло на пути к диджитал-трансформации нашего города Воронеж. — Телепортация. — Вот, первый ответ принят. Хорошо. Пожалуйста, Светлана Владимировна, начинайте. — Много всего хочется. Вот что-то одно сказать. — Самое важное одно. — Самое важное, ну, наверное, все-таки датчики ЖКХ в каждом доме. — Наверное, первое, что должно быть и что реально может быть. — Датчики — это все хорошо, так и ставим датчики, а продолжаем за общие домовые нужды платить, как будто никто ничего не считает. Поэтому хотелось все-таки, чтобы от власти вот эта регулировка вот таких моментов, она пошла более действенная. потому что людей надо заинтересовывать. То есть, если им скажут, что если вы поставите эти умные датчики и будете платить только по ним, мне кажется, все выстроятся тогда, когда им пообещают больше никаких таких абстрактных трат на непонятные цели не делать. — Константин? — Ну, я, видимо, буду оперировать к тому, что я говорил, к нейронному городу. Поэтому я считаю, что это вполне достойно город Павловича. — Я этот возьму. Ну, на самом деле, хочется, чтобы пришло осознание в необходимости перемен. На самом деле. Первый вариант был про датчики ЖКХ, потому что это уже такой безумный атовизм. Я все время представляю там с ручкой, с этой квитанцией, потом в Супербанке и вот это все сдаешь. Это, конечно, жуть. Вот. Но надо начать с себя и просто принять, что да, это реально даже уже, наверное, не завтрашний, а сегодняшний день и пора уже меняться, отбросить страхи и двинуться в будущее. Пожалуй, так. Есть такой слоган, который мне очень нравится, и мы его сейчас активно используем в рекламной кампании. Он звучит примерно так, как «Умный дом в каждый дом». И на самом деле, вот то, о чем говорил чуть ранее, хотелось бы повториться, что пока не будет запросов и у конечных пользователей, да, у граждан. И пока они с этими технологиями, ну, скажем так, не поймут, как эти технологии могут им помогать в ежедневной жизни, массового спроса, на мой взгляд, на все это не будет. Будет как раз то, о чем говорил Александр, о сопротивлении внедрению этих технологий. Так вот, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы было понимание гражданами, зачем им, конкретно им нужны эти технологии. И чтобы они эти услуги пробовали, внедряли к себе домой. Собственно, мы вот этим как раз и занимаемся. Спасибо большое. И у нас завершается круглый стол. Мы сейчас модераторов тоже свои предложения, вопросы скажем. Я бы хотел задать каждому из вас вопрос, но он не публичный, а чтобы вы над ним подумали. Ответьте, пожалуйста, себе на вопрос, и возможно, он вам поможет дальше разобраться с темой диджитал-трансформации города. Кто я в городе? Житель, горожанин или пользователь? Спасибо, коллеги. Собственно, у меня будет завершающее слово. Я вас благодарю. Я надеюсь, что наша сегодняшняя тема была интересной и как для спикеров, так и для гостей. И все-таки в диджитал-трансформации города мы с вами примем самое непосредственное участие и приложим к этому все, ну, может быть, не все, но какие-то силы точно должны приложить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ